В этом ролике мы поговорим про то, чем починить мозги, если мозги уплыли. Такое бывает, мне часто пишут и говорят, что действительно происходят моменты, которые называются низкая обучаемость, низкое восприятие, низкая энергия, и мозг как будто бы не работает. То есть в этом ролике я расскажу все, что необходимо знать для работы хорошей вашего мозга. Напоминаю, продуктивность это не что-то, что вы сделали, это подарок действительно нутриентов. Есть много продуктов, которые могут поддержать работу мозга, но некоторые из продуктов лучше по содержанию нутриентов, чем другие. Продукты, которые поддерживают когнитивные функции, если они стали достаточно проблематичны, то и у вас начали страдать, например, память, внимание, вы чувствуете, что нет энергии. Вот все, о чем мне пишут часто мои подписчики. И хочется сказать вам о том, что действительно правильные питательные вещества, они максимально необходимы для работы когнитивных функций. И главное топливо, на котором работает мозг, к сожалению, это не глюкоза. Я могу сказать, что лучшие питательные вещества для поддержки работы мозга, это витамин В1, это витамин Д3, это омега-3 жирные кислоты, и это связь между кишечником и мозгом. Напоминаю, если в кишечнике воспаление, если в кишечнике, например, кандидоз или какие-то другие проблемы, связанные с дисбиозом, то, конечно, мозг будет страдать. И из-за этого я всегда своим клиентам рекомендую продукты с пробиотиками и пребиотиками. Напоминаю, что мозг может работать с закрытием дефицитов по В1, по витамину Д3, по цинку и по омега-3 жирным кислотам. Что истощает витамин В1? Обычно это алкоголь, это рафинированный сахар, это чай, это кофеин, это стресс, это некоторые лекарства и шоколад. То есть, если мы с вами говорим четко про работу головного мозга, то восстановить ее достаточно быстро можно через вот эти вот кофакторы. Ребята, подписывайтесь на мой канал, пишите вопросы, приходите в консультации. Кто-то у меня уже был, кто-то меня знает. И можете просто оставлять свои какие-то комментарии, которые будут полезны другим. Напоминаю, что если проблемы с мозгом, это можно решить только лишь питанием. И да, это работает. Высокоуглеводная диета истощает многое, да, приводит к инсулин резистентности. И, соответственно, когда еще плюс у человека наслаивается витамин, дефицит витамина Д, то это становится большой-большой проблемой. Это все, что я хотела сегодня сказать в своем прямом эфире. И да, пока-пока.